Народ, привет! Короче говоря, я хотела записать видео для вас после, ну, известного уже всем разговора нашего любимого Фёдора с Комарок и Боярин с тоже всем известным и нелюбивым блогером Бабичевым Вот, когда он, значит, объявил, что наши российские пенсионеры лохи потому что их могут развести легко украинские как их назвать? криминалы, да, которые, значит, ну, воры, можно сказать, да которые названивают нашим пенсионерам и разводят их на деньги Вот, я, значит, попалось мне уже не одно видео из США когда такая же история происходит с американскими пенсионерами причем разводят так виртуозно, что я вас уверяю если бы на месте этих пенсионеров был Бабичев он точно так же, точно так же, он бы повелся на вот этот развод и я вам даю тысячу процентов, что и он бы повелся, и я бы повелась и любой американец повелся бы на этот развод так что назвать людей лохами, потому что они, ну, попадают в ситуацию в которой совершенно нет, даже одного процента сомнения, что это может быть развод то есть тут не надо звонить в банк и банк вам бы сказал там тот-то, тот-то тот ситуация просто реальная жизненная ситуация в которой любой владелец частного дома в США может попасть в эту ситуацию я подписана на канал Далласовских новостей и это будет первое видео из цикла потому что как только новое видео попадается с такими вот криминальными вещами то я, значит, его просматриваю и для себя отмечаю вот, в данный момент это будет первое видео очень интересно, как развили эту престарелую пару мужа и жену вот, вы послушайте на русском языке и я буду делать комментарии если там перевод будет не точный вот, а второе видео еще более интересное там вообще молодых людей развели и одного чуть не убили потому что начали стрелять через дверь это тоже в Далласе все происходит в общем, очень много интересных ситуаций таких, которые нужно этому Бабичеву, например, посмотреть и не делать больше таких глупых заявлений о том, что это просто российские пенсионеры лохи тут, я вас уверяю Бабичев был точно такой же в этой позиции и был бы точно таким же лохом, как и эти пенсионеры ну, в общем, на этом предлагаю посмотреть видео начинаем 30 декабря, суббота был прекрасный день температура была 65 градусов я захотела выйти на улицу погулять с собакой и вывела ее через парадную дверь 65 градусов это примерно на 17-20 цельсиям потому что температура фаренгайта несколько минут мой муж услышал стук в дверь так что у него есть лучшая история о том, что произошло потому что меня здесь не было, когда это произошло на самом деле и так вы услышали стук в дверь так почему у этой пары камера ринг стоит на двери установлена возле двери и все, кто приходит на переднюю дверь к передней двери к входу они попадают в эту камеру бы нам не начать с вас расскажите мне об этом да, я работал в подсобке и услышал стук в дверь на самом деле мне кажется в дверь дважды постучали я просто встал и подошел к двери а там стоял высокий парень которого я не знал высокий тощий парень и он начал рассказывать мне что они с нашим соседом собираются подрезать деревья и ветки у забора здравствуйте мне очень жаль что так получилось мы видели как обрезали несколько деревьев для ваших соседей и там была пара веток которые свисали с забора и я хотел чтобы вы лучше поняли что происходит я не хочу чтобы одна из веток упала потому что это произошло пару дней назад вам нужно получить сделать для меня несколько замеров и они собирались использовать беспилотник чтобы попытаться найти подходящее место для обрезки и все такое прочее а не могли бы мы пойти и посмотреть как это произойдет нет я так не думаю у нас здесь есть буровик или лесничий нет я не буду выполнять эту работу за вас я выполняю работу за ваших соседей и есть пара ответвлений которые я обдумал а какие именно с левой стороны если я улучшу минутку я могу показать вам где мы будем выполнять работу для ваших соседей хорошо я вернусь после этого давайте встретимся бегите обратно тут я хочу сделать замечание что все кто живет в частных домах особенно если это вот пенсионеры они видимо уже в довольно старом доме живут там очень много деревьев вокруг домов если бы не в пустыне наверное то даже в техасе вокруг моего дома у меня росли там и пеканы это такие орехи и ивы росли и так далее и постоянно ветки падают да то есть сильный ветер может быть ураган или шторм и какая-нибудь из веток куда-нибудь упадет у нас постоянно то у соседей молния ударила в дерево и пол дерева упало мне на забор даже забор могут поломать у другого соседа после большого шторма большую ветку ивы отломила и она мне на крышу упало да то есть то что как бы соседи периодически вызывают вот таких вот людей которые подрезают деревья еще бывают провода то есть там бывает что твое дерево разрастается и оно может задеть провода если старый опять-таки не бархот в новых домах уже как бы электричество проложено под землей и эти ветки не мешают а в старых вот я в Далласе жила прямо ну в самом Далласе Даллас это старая постройка я новый дом строила участок был ну он был окружен довольно старыми постройками и там вот электрические провода они были от столба к столбу и на них периодически тоже всякие разные ветки падали и ну либо люди сами нанимали кого-то кто отрезал эти ветки обрезал чтобы они во время шторма не задевали провода иначе ваш дом останется без света вот либо могли ну город иногда мог вызвать кого-то и эти люди когда они отрезали они тоже могли прийти так постучать в дверь и сказать что мы будем работать на вашей улице будем обрезать деревья ну и могли даже вас спросить вот когда шторм идет какие из этих веток задевают как бы эти провода и так далее то есть это ну такая распространенная ситуация вот ну просто никто бы никогда там не мог бы заподозрить что что-то не то с этим с этими людьми это просто ну постоянно это случается это ну это сто процентов из ста что кто-то сталкивался с ситуацией когда нужно с этими ветками иметь дело ну смотрим дальше и я сказал хорошо так что давайте вернемся я встречу вас в переулке за домом и вот он пошел в ту сторону и я пошел туда же я запер входную дверь и вышел через кухонную дверь которую вы увидите и встретил его на подъездной дорожке а потом мы вдвоем подошли к тому углу забора который действительно находится там и он заговорил со мной обо всех этих разных вещах о своей семье и обо всех этих забавных вещах в том же духе он пытался поддержать его разговор именно так просто чтобы убить время вот так вот и тем временем он включил свою портативную рацию и мы поговорили я обращаюсь к парню работающему с беспилотником но он сказал другому парню сидевшему в машине у входа что они находятся снаружи и в этот момент другой парень другой парень сразу же подошел к входной двери о чем они говорят когда вот этот первый подошел и сказал что пойдемте за дом я вам покажу где мы будем отрезать эти ветки вашего соседа у него у этого парня первого у него была с собой рация портативная и он по этой рации сказал вот этому который сейчас придет этот человек он в машине сидел он позвонил ему и сказал как будто бы это просто мой напарник я ему он то конечно что ему сказал он сказал что мы уже за дома и этот пошел дверь ломать а хозяин этого дома он слышит что тот вроде поднимает ту рацию что говорит там на сумму напарнику да да все нормально мы ходим смотрим что там с ветками да то есть опять таки человек никогда в жизни не заподозрил что этот первый парень он дает сигнал тому что мы за домом иди к двери нет я бы тоже так подумала что он работает с кем-то и он тому говорит да да не волнуйся все нормально меня нет я не там может быть он должен прийти к этой машине или тот просто спрашивает там кто-то пропал он говорит все нормально не волнуйся мы осматриваем дом там мы за домом смотрим дальше получается что он дал сигнал этому что мы с этим хозяином за домом видите он подошел в перчатках и при температуре 65 градусов он не позвонил и не постучал он пытается войти внутрь такое впечатление что он знает звонить ему или нет потому что ему уже сказали по рации и он даже глазом не моргнул в ту минуту когда он не может открыть эту дверь он просто разворачивается и идет тем же путем которым они обошли вокруг сбоку от дома проходит то есть видимо когда он пришел без сумки с инструментами он вообще думал что тот хозяин пенсионер настолько лох что он даже дверь не забыл не закрыл и тоже это наверное 50 процентов людей бы не закрыли бы входную дверь он же дома и он с таким человеком первым пошел за дом смотреть на эти ветки но этот хозяин он хотя бы закрыл эту входную дверь поэтому он даже не стал не звонить и ничего не стал делать он подошел в дверь пытался он думал вообще легко откроет дверь и зайдет оказалось дверь закрыта критку заднего дворика в мой дом не сбиваясь с ритма просто размеренной походкой спокойное собранное потому что они в переулке все верно мы разговариваем и он больше не может видеть заднюю дверь потому что ему мешает забор так что да ни я ни мой муж не были бы сразу предупреждены об этом потому что на нашем небольшом участке растет 18 деревьев и они довольно старые и я не могу сказать вам сколько раз мы теряли ветку которая падала на дом или имущество моего соседа и наносила ущерб она упала с балкона и раздавила ее кондиционер и вот когда кто-то стучит в нашу дверь и говорит эй мы работаем с вашим соседом у нас возникла проблема мы отвечаем о да держу пари так оно и есть и это просто звучит так хорошо и что теперь что именно это разбило окно так что нас совершенно не насторожил тот факт что кто-то работает с деревьями вместе с нашим соседом другие люди знали бы что это мошенничество но для нас со всеми деревьями которые у нас есть это не было сигналом тревоги мы там не были это не заставило нашу антенну включиться когда вы увидели видео ну на самом деле я должна напомнить когда кто-нибудь из вас понял что что-то не так ну вы знаете я все время спрашивал его где беспилотник и он уже в пути он уже почти здесь и так продолжалось примерно три или четыре раза и он шел разговаривая с парнем который был здесь и я сказал знаете мне пора идти мы потратили много денег мне нужно вернуться к работе и кое-что сделать и так далее в этот момент вы начали ну здесь он видимо имеет в виду все таки что мы потратили много времени может быть не точный перевод потому что конечно никаких деньги тут не шло разговор это просто он имеет в виду что много времени он потратил проводя с ним там переводки на самом деле нет не так ли он просто устал от того что его время тратится впустую именно так он подумал что этот парень был полным идиотом это вполне объяснимо так что же произошло потом и вот он вернулся на фронт я вернулся на фронт это имеется ввиду что фронт двор это передняя дверь то есть они вернулись обошли вокруг дома подошли видимо к передней двери в дом а потом просто начал немного осматриваться по сторонам я не знаю почему но я вернулся в спальню и увидел что в ее шкафу просто полный беспорядок это гардеробная и я увидел что все эти вещи валяются на полу и о боже я думаю что меня надули и вот я выхожу через переднюю часть дома в этот момент я возвращалась домой со своей собакой вы правы я пытался выяснить у нее по телефону где она находится и она была совершенно спокойна так что в любом случае я пошел за ней и сказал что по моему меня обманули что вы почувствовали когда увидели это я не знаю как я себя чувствовал я чувствовал себя обманутым и хотел как-то отомстить ему но они уже отъехали и махали ему вслед когда он шел по улице и они этого не сделали никто не знал что это было и мы не знали масштабов происходящего пока она не вернулась и не смогла разобраться во всем а потом когда вы вернулись и ознакомились с материалами что вы почувствовали когда я впервые вошла туда это был полный шок вы знаете ваше сердце просто останавливается и вы просто это так оскорбительно у меня больное сердце я немедленно обратилась в отделение неотложной помощи и я действительно не могла зайти в этот чулан и что-либо сделать в течение двух дней я просто не могла заставить себя зайти туда я имею в виду что карточки оставались на полу в течение двух дней я не делала этого в первую ночь потому что мы ждали приезда полиции и я не хотела ни к чему прикасаться так что тогда это было моим оправданием но на новый год я просто не могла я была оскорблена шокирована напугана запаниковала в первую ночь думая что они вернутся я не ложилась спать до рассвета но по прошествии нескольких дней статус жертвы сменился гневом и печалью что это мир в котором мы живем сейчас когда ты должен быть на стороже 24 часа в сутки вы не можете просто открыть дверь и отказать кому-то кто пытается вам что-то продать вы должны разговаривать через дверь пользоваться своим кольцом и вы должны устать от того что но пользуется кольцом она имеет в виду что камера потому что название камеры бренд это камера от амазона называется ring camera ring это кольцо по-английски но тут не имеется в виду ring в смысле что через кольцо пользуется кольцом а пользоваться камерой которая называется ring то есть она имеет в виду что нужно все время через камеру разговаривать либо следить за людьми через камеру человек приходит к вам домой и вы должны быть грубо с ними через дверь и для большинства людей нашего возраста вы знаете мы не привыкли быть грубыми с людьми которые приходят к вам домой потому что раньше доброта ценилась а теперь вы должны защищать себя и своих близких так что ты должен быть грубым чувствуете ли вы что это изменило ваш взгляд на доброту людей или что-то в этом роде вообще это изменило мой взгляд на страну в которой я сейчас живу я даже не буду называть штат потому что знаю что это происходит повсюду так что я не говорю что речь идет о техасе хотя количество преступников пересекающих границу превышает допустим мало того что техасе это вообще в далласе потому что сама эта передача которая записана это новости техаса ну извините новости далласа не именно далласа далласа это даллас фортворд метроплекс то есть у нас есть даллас и есть фортворд и так как метроплекс это ну так как бы один город плавно перетекает в другой и в общем два больших города рядом но даллас больше конечно и вот эти новостные передачи она освещает новости всего метроплекса ну скажем как была бы москва допустим и ну ближайшие там пригороды москвы вот так я бы сказала да ну не целая область как штат техаса пригороды сателлиты какие-нибудь допустим вот поэтому тут имеется ввиду что не только техас но и даллас она сейчас будет рассказывать про иммигрантов этих через границу которые нелегально проходят однако я думаю что это просто состояние нашего общества в котором преступность настолько безудержна что они ничего не могут с этим поделать или не будут ничего делать по этому поводу если это меньше 750 долларов или какая-то глупая политика которую проводят некоторые из ДАС то знаете ли если не будет сдерживающего фактора то они будут становиться все более и более наглыми сдерживающим фактором является закон и мне все равно заплатите ли вы еще 10 долларов за его исполнение мне все равно даже если это будет стоить 10 долларов вас все равно привлекут к ответственности понимаете и поэтому эта часть как бы сокращается когда она становится все более приемлемой и если хотите легкой для восприятия это им сойдет с рук это дает людям преимущество но у нас есть альянс по безопасности в этом районе и поэтому мы привыкли к довольно низкому уровню преступности я имею в виду что иногда люди пытаются сесть в машины и тому подобное посреди ночи но только не в домах я сказала что только не в домах это было что-то вроде первого раза сначала я не знала что именно они забрали как я уже сказала я даже не заходила туда потому что хотела чтобы полиция появилась до того как я к чему-либо прикоснусь и так в тот вечер было 10 часов 40 минут когда я впервые открыла коробку или вообще что-либо открыла чтобы посмотреть чего не хватает и мои свадебные жемчужины пропали у меня была коробка в которой лежали красивые золотые цепочки но они пропали они знали что такое золотые украшения золотые браслеты и оставили косметику это похоже на то что он знал что было настоящим а что нет у меня была шкатулка для ну она имеет в виду под косметикой что это была бижутерия то есть то что не настоящее золото и жемчуг а вот ну аксессуары да то есть нереальные вещи вот их они не взяли они взяли только то что было настоящее драгоценностей полные вещей моего детства когда я была маленькой девочкой это был детский жемчуг вы можете увидеть как некоторые малыши фотографируются в нем вещи которые я носила когда училась в старшей школе знаете например ожерелье с опалом или выпускное ожерелье моей бабушки которая умерла я знаю что они были в той коробке и я хранила их там потому что собиралась передать внучке или будущей невестке у меня есть только сын и поэтому я хранила их чтобы передать дальше и это самое трудное потому что теперь они ничего не получат у меня больше нет их чтобы передать кому-то другому и я не знаю какую ценность они представляли для кого-либо я уверена что они чего-то стоили но вы безусловно сентиментальны эта ценность была в моем сердце больше чем где-либо еще да как вы все узнали что эти ребята скорее всего связаны с другими делами в штате это была самая удивительная история из всех я думала что это было разовое ограбление вы знаете что после рождества люди грабят дома а потом я выложила это на фейсбук у нас есть личная страница в фейсбук компании OAK Islands Estates и я сказала ребята просто будьте осторожны вот что только что произошло со мной со мной связался другой домовладелец в этом районе и сказал могу ли я поделиться этим на странице мамы Lake Highlands где есть молодые женщины с такими же детьми как у вас вы знаете это было бы здорово распространите эту информацию даже дальше чем наши 167 домов и я сказала конечно черт возьми на этой странице фейсбук была она имеет в виду не страница компании а страница это комьюнити в котором ее дом находится ну то есть как вот например в многоквартирных домах в России есть чат дома да там вашего чат вашего дома это у них там не чат у них на фейсбуке страница и там все кто живут в этом комьюнити они обмениваются там информацией вот то есть она поместила об этом информацию на странице своей своего комьюнити в фейсбуке читайте как у нас в России вот чат домашний чат которая в Лейк Хайленс но совсем недавно переехала в Хьюстон и я даже не знаю зачем ей понадобилось читать Лейк Хайленс пост но она это сделала она только что посмотрела репортаж из Хьюстона и собрала все воедино она сказала что это одни и те же люди потому что видела фотографии и поэтому она связалась с группой Лейк Хайленс которая затем связалась со мной и они свели нас с леди из Хьюстона а леди из Хьюстона с огненным шаром они напали не на того медведя когда преследовали ее она раньше занималась журналистскими расследованиями и у нее есть много контактов которые помогают организовать это интервью а также многие другие потому что она помогает распространить информацию она собирает людей на тик ток я даже не знаю как открыть тик ток но вы знаете она молодая и хорошо разбирается в социальных сетях и это благословение для нее и для меня что мы связали эти случаи и то как она получила все остальные города которых нет у меня есть у нее я не знаю может быть ее детектив там внизу я не знаю на что вы надеетесь для вас обоих и что по вашему произойдет дальше? ну она имеет в виду здесь что детектив внутри нее как бы такой сидит внутри нее детектив то есть у нее есть такой потенциал расследовать ну интуиция как расследовать то есть ее внутренний детектив то есть и как бы она должна была родиться детективом мы бы сказали дальше и почему? ну что же, я надеюсь застать этого парня в чьих-нибудь местах потому что у нас есть довольно хорошая его фотография а Шиппи получил несколько хороших снимков от соседа которые они разослали по электронной почте всем соседям вот так вот да, мы надеемся что они узнают фотографии и позвонят в полицию Далласа и Хьюстона они побывали и в том и в другом месте и что их застигнут врасплох что кто-нибудь увидит их и они смогут позвонить и сказать только что видели его, он в Волмарт, понимаете, и они могут иди и приведи его я полагаю, для вас важно, чтобы подобное не случилось ни с одной другой семьей это имеет первостепенное значение по какой-то причине вы правы и у них была довольно хорошая машина это было довольно странно а что это был за Chevrolet Tahoe? это черный Chevrolet Tahoe с очень навороченными колесами я имею в виду, что у них были кое-какие деньги и у них на машине был чешуйчатый номерной знак конечно, да скажите мне, почему для вас так важно? здесь не имеется в виду чешуйчатый как чешуя здесь имеется в виду fake license это, ну, у них был фейковый номер то есть этот номер, который недействительный, ну, придуманный, украденный ну, не чешуйчатый, не знаю, почему так переводчик но имеется в виду, что их номера были, ну, несуществующие номера потому что полиция через номера, я так поняла, не смогли их найти машину значит, номер был, ну, придуманный может, просто купили где-то вот это вот номерные знаки и подцепили левые какие-то знаки, короче говоря училась ни с кем другим знаете, это так травмирует мы не пострадали так сильно, как Келли и мы все еще травмированы тем, что наша жизнь здесь больше не будет прежней я не чувствую себя в безопасности я чувствую себя осторожной каждый раз, когда выхожу за эту дверь я не забыла запереть дверь знаете, что я забыла, что мне следовало сделать потому что здесь, знаете ли, возникает вопрос должна ли я запирать дверь, когда выношу мусор вы знаете, это изменило мое отношение к зоне комфорта в моем собственном районе раньше я чувствовала себя здесь так комфортно и еще одна вещь, о которой мы говорили перед началом интервью была о том, что, надеюсь, нет слава богу, этого не произошло ни в одном из таких случаев пока нет но подобные вещи, даже если не было случаев насилия могут обернуться ограблениями со взломом, подобными этому это жестоко они ведь могут спросить, не так ли? нам так повезло мой сын, взрослый сын, был в это время дома а он случайно не зашел к нему? вы знаете, я не знаю, был ли у этого человека нож или пистолет или я просто случайно возвращалась назад, когда он был в переулке и я просто была в пяти минутах ходьбы от него и я могла бы просто случайно вернуться домой и наткнуться на него и кто знает, что бы произошло так что с этой точки зрения нам повезло такое ощущение, что все это было тщательно срежиссировано знаете, всего по паре минут в каждом направлении о, это было просто невероятно и когда вы увидите видео с рингом, которое я вам пришлю то поймете, что самое невероятное в том, что здесь буквально 30 секунд а если бы все было по-другому? я имею в виду, что они идеально рассчитали время ну тут она имеет в виду, что опять ринг это видеокамера да, и получается, что по ее словам у нее был в это время старший сын дома и она выгуливала собаку то есть этот человек второй, который зашел в дом значит, первый отвлекал хозяина сын был дома, в другой комнате какой-то этот, значит, почему никакого почему сын даже не подумал ни о чем сын, может быть, там, играл в видеоигры или там телевизор какой-нибудь смотрел то есть он даже не слышал а этот товарищ, значит, второй дверь подергал дверь была закрыта передняя он обошел вокруг, зная, что тот первый отвлекает хозяина на разговоре, показывая ему там ветки и они ждут этого дрона якобы и заднюю дверь, конечно, он бы не закрыл то есть, когда ты идешь, я бы не закрыла я бы вышла через заднюю дверь с этим человеком, пошла бы там в переулок смотреть эту ветку, которая упала, да вокруг дома бы обходила, смотрела бы эти ветки вместе с ним и кто угодно мог бы зайти на задний, если бы в тот момент от соседа могли перелезть, допустим, через забор и в задняя дверь, которая у меня выходила на бассейн то есть, они могли со стороны бассейна зайти в эту заднюю дверь, если бы я в это время была либо сбоку дома либо впереди где-то дома и все, я бы тоже никогда в жизни, ну, я бы не закрыла эту заднюю дверь, передняя-то закрыта а заднюю я же вышла через нее я бы ее не закрыла то есть, этот второй, он об этом он так и подумал, что тот его выманил хозяина, они ушли в переулок и он через заднюю дверь, которая была открыта, спокойно зашел в дом забрал эти все золотые украшения и вышел и она в это время хозяйка с собакой возвращалась обратно, и она говорит там буквально было пару минут, что они с ними не встретились если бы он выходил из заднего двора в тот момент, когда она возвращалась с собакой и у него был бы нож, то это могло закончиться вообще потерей жизни, или если бы сын который находился в своей комнате вышел и увидел бы, что ну этот как бы грабит дом то тоже мог бы убить сына тем более, у всех есть оружие в Техасе, у человека мог быть пистолет спокойно, или нож в общем, ситуация в том, что как-то они просто буквально между капельками пропетляли то есть, никто не пострадал, ни сына не убили, ни ее, потому что все это случилось ну буквально в течение двух минут когда тот успел выйти и пришла она с собакой, и сын мог бы в это же время выйти в дом то есть, настолько нагло себя вести имея практически всю семью дома эти заходят в дом и грабят как бы, да, грабят дом так вот, о чем идет речь о том, что не только пенсионеров так можно развести, так можно развести любую семью вот я, например, с мужем и с детьми, да мог бы сын у меня в наушниках сидеть играть в видеоигры муж мог быть на работе или тоже выгуливать собаку и ко мне бы вот так пришел человек сказал бы там, ваша ветка упала я бы не глядя вышла и пошла бы смотреть на эту ветку и кто угодно мог зайти в это время через открытую заднюю дверь и точно так бы сделал бабичи точно так же сделал бы любой любой совершенный человек особенно если до этого в этой местности не происходило никаких подобных вещей и никто не жаловался что орудуют вот такие мошенники вот, поэтому назвать людей и вот, вот, если русские лохи да, что их там вот разводят вот эти мошенники из Украины а эти кто вот американцы ну вот, кто лох они лохи или это все-таки вина преступников то есть это они виноваты что их развели или это преступники виноваты что они их развели вы понимаете то есть по логике Бабичева получилось бы что виноваты сами эти американцы что они таки и лохи а я вам говорю если бы в этой ситуации был бы Бабичев он бы был точно такой же лох а вот на стороне Федора его логика что нельзя винить людей которых развели а нужно винить преступника который развел этих людей и скажите в комментариях если вам нравится такой формат у меня в принципе есть еще пару очень таких диких буквально там с перестрелкой сюжетов именно из Далласа как тоже вот так вот разводили людей и люди даже понятия не имели что это мошенники и человека который как бы осознал что это мошенники его чуть не убили то есть там дверь была пробита пулями если интересен такой формат напишите в комментариях я сделаю следующее ну так же на русском переводе на русский язык сделаю следующее вот то есть как бы таких вот случаев мошенничество вообще целая гора и винить людей что это они лохи ну в банк допустим бабич его позвонил но опять таки бабушка 80 лет вряд ли бы додумалась звонить в банк либо там проверять свои счета а вот ситуация как эти американцы оказались это просто любой американец который владеет своим домом с деревьями он бы сто процентов попал бы в эту ситуацию ну или бы там пришли сказали знаете ваша собачка где-то там убежала или еще что-то могли бы выстегить допустим что она пошла выгуливать собаку пришли бы там к этому хозяину сказали там вот от вашей жены убежала собака мы видели что собака бежит и я бы даже дверь наверное не закрыла я побежала бы смотри что там собака где она там бежит а если это большая собака не дай бог она там кинется на кого-то то скорее всего что человек точно так же побежал бы смотри что там собака и там где там жена почему от нее убежала собака но может быть даже бы ну не подумал закрыть дверь зная что в доме все равно сын находится в общем тут случаев таких вот развода может быть просто миллион и винить людей в том что они поддались на эту в этой ситуации на вот эту провокацию этим мошенникам видите они рассказывают что у них не было ни доли подозрения что вот это развод они были сто процентов уверены что да у нас ветки людей деревья и так далее вот поэтому разводят не только не только российских пенсионеров разводят американских пенсионеров и не только пенсионеров но обычных людей в том числе вот в общем если вам понравился такой сюжет то ставьте лайки подписывайтесь обязательно поделитесь этим видео с другим с другими людьми и другие каналы пожалуйста расширьте чтобы не называли россиян лохами пускай знают что американцы могут в таких же ситуациях оказаться и обязательно напишите если вам хочется посмотреть следующий сюжет точно также из далласа по поводу человека которого чуть не убили мошенники в собственной квартире всем пока пока до связи до связи до связи